Жил-был гражданин. Хороший работник, отличный семьянин, любящий и внимательный сын. И однажды он был обвинен в серии убийств. Был арестован, прошли суды, и он получил пожизненное. Но суды прошли странно. Во-первых, они проходили в закрытом режиме. И что там было, науке неизвестно. Но приговор-то есть. Во-вторых, не был допрошен ключевой свидетель, хотя защита сильно настаивала. В-третьих, подсудимый был назван должностными лицами, виновным до решения суда. В-четвертых, несколько доказательств защиты на суде вовсе не были рассмотрены. Так суд посчитал нужным. Ну и так далее. Что это означает? Это означает, что мы, общество, до сих пор не знаем, убивал или не убивал. А гражданин получил пожизненное. А еще это означает, что в связи с вынесенным приговором никто не стал дальше искать убийц. И возможно, что они разгуливают сейчас на свободе. И неизвестно, сколько еще народу, душегубы отправили и отправят еще на тот свет. Убивал? Может, да. Может, нет. Убийца продолжает убивать? Может, да. Может, нет. Согласитесь, это важные вопросы. Для общества важные. Для доверия к судебной системе, к правоохранительным органам, к власти и доверия к соседу, который может оказаться тем самым настоящим убийцей. Может, да, а может, нет. Понятно, что ничего не понятно. И что же делать? Нужно, конечно, обратиться в Европейский суд по правам человека. Европейский суд разбирает это дело и говорит, вы там, в России, нарушили права гражданина на справедливое судебное разбирательство. И до сих пор неизвестно, кто убивал. Поэтому мы сильно рекомендуем вернуть дело снова в суд и опять разбираться. Но уже в открытом заседании, выслушав всех свидетелей и рассмотрев все доказательства. Тогда будет справедливо, и мы все узнаем. Ни за что, отвечает в ЕСПЧ Верховный суд России и российский Минюст. Мы никогда и ни за что не будем пересматривать это дело. Вот пусть так и остается. Почему оставим эту вишенку на торте под конец? Вы сами догадаетесь, почему. Вот здесь, если хотите, подробный юридический анализ этого дела. Он, кстати, написан очень доступным языком. Юристы, Руси сидящий сделали это для незамороченных юридическими терминами граждан. Посмотрите. Итак, есть категорический отказ России в пересмотре этого странного дела. И тогда вопрос прямо сейчас, вот в этом июне, выносится на рассмотрение Комитета министров Совета Европы. А это уже вообще серьезно. Это не кот начхал. Что может сделать российская власть, чтобы не идти на такой конфликт с Советом Европы? Помиловать гражданина, который сидит, ну, в общем-то, без суда и следствия уже 17 лет. Помилование – это несправедливость. Ведь тогда мы так и не узнаем, что было на самом деле. Но человек, чья вина не доказана, выйдет на свободу. Уже хорошо. И Совету Европы с ЕСПЧ будет брошена, ну, хоть какая-то гуманистическая косточка с нашего стола, столь обильного гуманизмом и всякими правами человека на закуску. Но почему российская власть так упорствует? Почему она не хочет узнать правду, какой бы она ни была? Доказать, что гражданин действительно убийца? Или доказать, что убийца другой? И схватить его на радость нам? Потому что гражданина зовут Алексей Пичугин, Юкос. И с его ареста в 2003 году все это громадное дело и началось. И мы до сих пор про это не знаем правды. И за 17 лет упорства, с каким российская власть не хочет реально рассматривать это дело, я думаю, можно уже сказать, эта правда становится все опаснее.